Гарбург Ладно, скажу тогда, что мир как лазер будет разговаривать Да, хорошо Хорошо Ой Снап на секунду Мам другая Да В этом году все равно Мазайсу? Яйца А нам надо эти наушники надевать или нет? Можете надевать, и вы тебя будете слышать. Илон, просто им если петь, то пусть они в них будут, потому что так поют, они сразу будут тебя лучше так слышать. А разговаривать можете... А еще меня лучше писать не прийти критарем, а переводчиком. Что говорите? Меня лучше писать не прийти критарем, а переводчиком. Хорошо? Ну-ка... Да. Ну, сначала пейся же. Сейчас мантра. Это понятно, да. Хорошо. Доброе утро всем. Народная волна. Олеся Журкевич. Максим Ложкин. 99 Мегагерц. Мы по-прежнему с вами на утреннем шоу. Да. У нас уже обосновались уютно гости наши, но мы чуть позже о них скажем, всех их представим. Но сейчас о самом насущном. Да-да-давай, давай расскажи. Погода. Минус 18 показывает наш градусник. И две десятых. Я думаю, что по-прежнему минус 20. Да, 5 баллов пробки, и они уже и ползут вниз, и это хорошо. Так, ехали люди до работы. Да, обещают к концу недели потепление небольшое до минус десяти и какие-то там осадки. Надеюсь, у них дождь на нас обрушит. Люди ждут снега, особенно вот эти горнолыжники. Вот эти горнолыжники. Как-то с презрением сейчас Максим разумчал. Вот эти горнолыжники. Я их просто объединил. Лыжники, горнолыжники, фуфулыжники, все ждут снега. Друзья, если вдруг вам захочется стукнуть Максима, то я знаю, где его найти. Спасибо тебе, Олеся. У нас сейчас будет музыка, ну а потом мы объявим и расскажем вам про наших гостей, музыканты из Германии, которые приехали в Екатеринбург для того, чтобы отметить Новый год. Что-то хотели сказать? А, песни про Екатеринбург. Так, а что будет? Нет, нет, нет. Вы просто пишите, что говорят, что у вас даже есть песня про Урал. А, ее вообще нет. Они ее не писали. То есть это как бы про это я не правильно поняла? Я не спрашиваю правильно. Я сейчас прямо спросила. Хорошо. Можно спросить, что сказать, что не первый раз в Екатеринбурге. Да. Да. А у нас и нету этого. Вот это. А, даже песню про Урал написали, я убираю. А, хорошо. Слушай, давай вообще это вот. Ну, вы, ну, вы, ну, вы, ну, вы, ну, вы уже даст. Картошки, ну, вы попросите меня? Ну, вы сами знаете. Да, да. Что-то новое двое. Не отключаем. Назвонищик. Давай, нет. Давай, их рекомендую. Давай, это. Давай. Немного, надо купить? Нет, вот смотрите, сейчас получается оказывается все-таки есть у них в репертуаре песня про Урал. Просто он ее не понял, он думал, что ее надо будет петь. Ну, в принципе она нет. Мы про нее говорим, да. Ну, в принципе, она не... Ну, ладно, пока вопрос. Просто я вопрос увидела только сейчас. Я поняла вас, да. Хорошо. Если останется время, мы про это скажем. Ну, нет, нет разницы. Я просто, чтобы мы лишнего не были. Два раза у нас написано, что не играет, да? Это не очень долго. Скажите, что такое короткое. Короткое отрыв. Потому что мы вылетим из эфира. Вы можете, если слишком долго композиция... Махать ругай? Да. Гуд. Вы не сможете показать. Мы были предпочтены. Что говорит? Ну, они приказом подчиняют. Вечные мужчины, передайте им. Граммин Роза, если это не зафиксирует. Вы еще другой не ожидали. Вы как подчините. Они были на репетиции детской филармонии. И там, честный руководитель хора, она на хор кондаркнула. И они все такие... У нас такие женщины. Я слышу правильный. Я слышу правильный. Побел. Я слышу правильный. Продолжение следует... 9.36 на студийных часах, а уже 9.37 в студии Алексея Журкевича, Максим Ложкин. И мы продолжаем наш утренний эфир, потому что в студии у нас гости. Декабрь один из самых богатых на празднике месяца в году. Если вам мало только лишь корпоратива и праздника в кругу семьи, то начинайте отмечать Рождество уже с 5 декабря. В эту пятницу в литературном квартале Екатеринбурга откроется рождественская ярмарка, которую уже не первый год по традиции проводит Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге. Да, ну и как раз вот об этом мы хотим поговорить с нашими гостями. Гости у нас такие неблизкие в этот раз. Сейчас мы сейчас, точнее начну вот отсюда. У нас напротив очаровательная наша коллега, наш друг Илона Сухнева, которая переводчик Генерального консульства Германии в Екатеринбурге. Мы очень рады вас видеть. И она пришла с музыкантами группы Lady Boys. Они приехали из Дрездена. И разговаривать услышите вы в смысле разговоров только солиста Мирка Глайзера, который сидит тоже напротив меня. Я вообще хочу сказать, что мне так вот везет на немецких брутальных мужчин в эфире. Я прям довольна, что он будет наговорить и сидит напротив меня. Переводите, переводите. Вы бы видели, как она тут раз свела. А то, конечно, да. Тебе мало меня брутального русского. Слушай, а сейчас вот вот здесь обидеть вообще не хочу. Давай, не обижай меня. Итак, мы как раз хотим поговорить с нашими гостями по поводу Рождества, зачем они приехали в Екатеринбург. Доброе утро, друзья. Доброе утро. А, вот вы уже слышите. Давайте начнем с литературного квартала и ярмарки, которая будет проводиться на улице. А если мороз, ну вот у нас сейчас минус 20, вообще так вот не жарко, что будет происходить, как будете согревать людей? Что вообще будете делать? Ну, мы будем пытаться сыграть, и мы будем делать все возможное, выступить хорошо. Но я думаю, что вот то гостеприимство и то добросердечие Екатеринбургской публики будет нас согревать и позволит нам выступить. Ну, стоп. Ну, вот как. И европейское Рождество в Екатеринбурге отмечается уже не первый раз. В этом году будет что-то особенное. Не знаю, может, Святой Николаус на оленях к нам появится. Да, и это тоже будет. И будет встреча Святого Николауса и Еда Мороза. И будут игры, будут забавы, будут подарки. Немецкая рождественская выпечка, Глинзвейн пунш, все будет. Вот такая же, которую вы нам в подарок приняли? Да, это паун-бухен называется традиционный немецкий кекс. Очень-очень вкусный. Вы их не кормили? А их как животных, и как запашни выпускают на это? Видимо, не успели, еще мы хорошо позавтракали. На арену голодными выпускают. Да, хорошо. У меня вопрос к Мирке, раз он сидит на микрофон. А вот расскажите, вы уже, я так понимаю, что не первый раз в Екатеринбурге, к чему вы здесь привыкли в России и в Екатеринбурге, а к чему еще вот никак не можете привыкли? Ну, а у нас бывает такое лето, в общем, смежное. Мы вот сейчас вот еще откроем небольшой секрет нашим слушателям. Мы за эфиром разговаривали, и я так понимаю, что ребята из Рездена, музыканты, они немножко так в шоке, в легком от грозности наших женщин. Рассказывали про репетицию в детской филармонии, как раз вот про то, как строго вели себя дилижеры женщин. Наши женщины, между прочим, наши женщины умеют все и любить, и ругать. Да, но вот расскажите, что будете играть на концерте, рождественские только песни или что-то еще будет, и давайте, может быть, уже послушаем. В детской филармонии, который состоит до 6. Декабря, мы будем исполнять пару рождественских песен, совместно с детскими коллективами. Также мы исполним самостоятельно несколько рождественских песен, но на самом деле также прозвучит музыка из нашего регулярного репертуара. А, вот и давайте регулярно. Друзья, вот две гитары, барабан и контрабас. Отличный контрабас, отличный контрабас. Учем гуски? Нет. Рождественский песен. Контрабас шпеляет. Мы готовы. Можем? Да. Можем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле замечательная дата, которую мы тоже не могли не вспомнить, потому что для нас это тоже важно, мы все открылся мир, мы можем путешествовать теперь. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok